Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Наталья Гудкова. Наши корреспонденты подготовили информацию о главных событиях этого дня, 3 сентября. Смотрите в ближайшие минуты. Десятки затопленных квартир и бассейн вместо улиц. Как в городе пережили первый осенний ливень и чего ждать дальше? Равнодушие друг терроризма в БФУ имени Канта вспомнили жертв Беслана. Старые злоты в обмен на рубли. Калининградцы продолжают попадаться на удочку валютных мошенников. Вместо кафе общежитие с узбеками. В Калининграде закрыли один из общепитов. Подарок на день рождения. Россияне дарят друг другу опеку над животными калининградского зоопарка. А теперь подробнее. Затопила улицы и дома. Такие последствия оставил после себя ливень, который не прекращался в Калининграде практически сутки. Только за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков. Готовы ли дома к новому сезону и готов ли город встречать осень, узнавала Анастасия Данникова. Потекло в этом углу новая протечка. Здесь просто лило ручьем. В этом углу новая протечка. Такая картина получилась в одном из домов на улице Нарвской. Здесь обвалился потолок и протекли стены. Как рассказывает сестра хозяйки Лидия Алексеевна, в квартире не осталось ни одного сухого места. Все дело в крыше, которую подрядная организация не успела перекрыть. Ночью женщинам даже негде было спать. Вода ручьем текла прямо на кровать. Да и заснуть было сложно. Сегодня ночью мы не спали. Ведра выносили. Страдала сестре, плохо было. Пенсионерка. Как теперь вот это все сделать? С пенсии в 6 тысяч. Бессонная ночь, а в продолжении утренние хлопоты. Уже не в первый раз оббивать пороги дом управляющей компании отправилась хозяйка квартиры и еще несколько жильцов дома. Но снова потерпели фиаско. Везде из мэрии приходят фотографировать, с дом управления приходят фотографирующие. Квартира обвалилась, идет все дело к зиме. Никто ничего. А в дом управления нас кто в милицию посылает. Теоретический ремонт уже идет два месяца. Дождливая осень началась, а работа практически не сдвигается. Хотя сама дом управляющая компания уверяет в обратном. Подрядчик был выбран еще в середине июля. Он заключил с нами договор, при этом не выполнил свои обязательства по заключенному контракту. В связи с этим с ним было расторгнутое отношение. Подрядчик выбран в настоящий момент. К работам подрядная организация приступила. И похожие ситуации в нескольких домах города. Единственное средство спасения – тазы и тряпки. Такой мощный поток воды обрушился на Калининград 2 сентября. Буквально за несколько часов затопленными оказались многие улицы города. В некоторых районах вода достигала полуметра. Главные причины всему – несрабатывающая система ливневой канализации. На снимках видно, как машины буквально утопают в воде. Из-за этого на дорогах города образовались заторы и пробки. Евгений занимается исследованием подземных коммуникаций уже 10 лет. За это время он изучил, как работают в городе и ливневки. В половине случаев затопление улиц связано именно с тем, что в воде просто некуда уходить. Вторая причина из-за того, что у нас залита улица – это ошибка проектировки. У природы, как говорится, нет плохой погоды. Этого мнения придерживаются и некоторые калининградцы. Так для этих ребят чем дольше и сильнее ливень, тем лучше. До конца недели синоптики прогнозируют малооблачную погоду и без осадков. Столбик термоментра поднимется до 24 градусов тепла. Поэтому у подрядной организации появится возможность завершить ремонт, а у администрации города как следует подготовиться к осени. Анастасия Даник, Вардамир Тарасов и Максим Кириченко, Служба новостей город. Но нет худа без добра. Сегодня утром надоевший горожанам дождь сменился радугой. А в некоторых частях города калининградцы могли наблюдать редкое явление – двойную радугу. Именно ее фотографии вызвали настоящий ажиотаж. Буквально за пару часов в социальные сети заполонили снимки разноцветной дуги. Делали их с разных ракурсов и в разных частях города. Больше ждать не придется. У калининградцев появилась возможность выбирать время для пересечения литовско-русской границы. В скором времени каждый житель региона сможет забронировать его через интернет. Об этом сообщает один из интернет-порталов. Для этого нужно будет зайти на официальный сайт бронирования по пересечению государственной границы Литвы и оставить там заявку. Услугой смогут воспользоваться и те, кто пересекает границу Белоруссии и Литвы через КПП Медененкай. По информации популярного сервиса бронирования отелей, Литва вошла в десятку самых популярных среди россиян стран. За прошлый год ее посетило 300 тысяч россиян. И по прогнозам Департамента туризма, в этом году их число только увеличится. Согласно опросам, для большинства российских туристов Литва – место отдыха. Остальные навещают там знакомых или ездят за покупками. А теперь к другим темам. Вечная память. БФУ Мениканта состоялась презентация диорама, посвященной погибшим в Беслане 9 лет назад. Это тем более актуально сегодня, в День памяти жертв терроризма. Группа энтузиастов воссоздала один из моментов 1 сентября 2004 года. Здесь и дым, и разрушенное здание спортзала, и герои-спецназовцы, ценой своих жизней спасавшие детей. Все выглядит очень реалистично. В этом организаторам помог союз ветеранов спецназа. Именно они давали всю необходимую информацию о том трагическом дне. Смонтировали диораму всего за неделю. Но идею подобного проекта вынашивали не один год. Как говорят организаторы, этот печальный эпизод современной истории, как нельзя лучше подчеркивает, что терроризм поражает всех подряд без разбора. И каждый из нас под угрозой. Мы бы хотели, чтобы все люди об этом помнили. И если они увидят что-то странное, происходящее вокруг, чтобы они не оставались равнодушными, позвонили по телефону, который всем, в общем-то, известный, и предотвратили катастрофу. Только так мы можем бороться. Диорама пробудет в холле БФУ еще несколько дней, после чего ее планируют установить в одном из городских музеев, как постоянный экспонат. Тремя часами позже в БФУ прошел главный праздник осеньем – День первокурсника. 3000 молодых ребят сегодня официально стали студентами Федерального университета. В актовом зале собралось столько людей, что яблоку в прямом смысле упасть было негде. В этом году в БФУ подали аж 19 тысяч заявлений. Из всех абитуриентов отбор смогли пройти 3000 человек из 12 стран мира. В связи с таким наплывом студентов университету даже пришлось начать строить новое общежитие. Сегодня новоиспеченные студенты познакомились с преподавателями и руководством БФУ и выслушали напутственные речи, а ребята из других стран узнали приятные новости. 9 августа этого года те из вас, иностранные ребята, кто проживает здесь, в Алигарской области, смогут еще и работать, и получать временное разрешение на работу. А с 1 мая, следующего года, на вибрационный учет, те из вас, ребята, кто живут в БФУ, будут вставать только один раз по прибытии. Не надо будет преподаваться, и не конец. Порадовали студентов и новостью, что самым лучшим обеспечит хорошее рабочее место после выпуска. Специально для этого работодатели привлекают к работе со студентами уже с первого курса. Прежде всего, нам нужны специалисты в инновационных технологиях, нам нужны качественные строители, инженеры, конструкторы. То есть то, чего сегодня крайне не хватает регион. Я уверен, что у БФУ и имени Канта все для этого есть. Сегодня государство вкладывает колоссальное средство в этот университет. А для того, чтобы простимулировать первокурсников к хорошей учебе и привлечь остаться в университете, заниматься наукой, правительство области выделяет 40 квартир для аспирантов. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Старые злоты в обмен на рубли. Калининградцы продолжают попадаться на удочку валютных мошенников. Вместо кафе общежитие с узбеками. В Калининграде закрыли один из общепитов. Подарок на день рождения. Россияне дарят друг другу опеку над животными Калининградского зоопарка. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Калининградцы все чаще становятся жертвами польских валютных мошенников. К нам в редакцию обратилась одна из пострадавших. В Польше к ней подошли уличные менялы и предложили выгодно обменять рубли на злотые. Правда, после такой валютной операции выяснилось, обменные польские купюры уже давно вышли из употребления и ценности не имеют. Как не попасть на крючок соседей-махинаторов, смотрите далее. Валерия Демонова вместе с родителями едва не лишилась крупной суммы денег. Во время туристической прогулки по Гданьску к ним подошел молодой человек и предложил обменять рубли на злотые. Предложение оказалось заманчивым. Курс был очень выгодным. Но при виде польских денег у калининградцев появились подозрения. Когда данный представитель, собственно, вынул валюту, мы увидели, что она не соответствует настоящей польской. И это, естественно, вызвало подозрения. Мой папа предложил ему подойти в официальный обменник, чтобы проверить, все ли в порядке. Но что-то молодой человек схватил деньги, побежал, быстро прыгнул в машину и унесся в неизвестное направление. С 1995 года в обращении банкноты серии 1994 года. Их номинал в 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. Есть и памятные, к примеру, 50 злотых 2006 года с изображением Папы Римского Иоанна Павла II. Все денежные знаки имеют защиту, водяные знаки и скрытые изображения. Но безопаснее всего проводить валютные операции в специальных учреждениях. Уверенным быть в том, что вы имеете на руках подлинную и платежную валюту, можно в том случае, если вы обратились за помощью в банк или стационарный валютный обменник. Соответственно, я рекомендую, безусловно, перед выездом за границу обращаться в филиалы банков. Другой вариант – безналичный расчет. За границей банковскими картами можно пользоваться практически везде. Да и кассировки сейчас вполне оптимальные. Закрыли. Узбекское кафе «Шарк» приостановило свою работу, по крайней мере, до окончания ремонта. Такое решение вынесла прокуратура Ленинградского района. Одна из главных причин прекращения деятельности кафе – строительные работы внутри помещения. Кроме того, в настоящий момент устанавливаются личности трех работников заведения. Со 2 сентября текущего года кафе прекратило свою деятельность до устранения всех выявленных нарушений и прекращения строительных работ. Кроме того, по всем выявленным нарушениям проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Напомним, 20 августа после многочисленных жалоб посетителей сотрудники ФСБ провели в кафе рейд. Оказалось, на ночь оно превращается в общежитие для узбеков. Там на двухъярусных кроватях жил весь персонал кафе – всего 20 человек. При этом двое из них находились в регионе нелегально. В это время в обеденном зале шли строительные работы. Нарушались в кафе также санитарные и противопожарные нормы. В Калининграде появится новый вид общественного транспорта. Улицу Первомайскую перекроют больше, чем на месяц. А 25 тонн молодого осьминога может уплыть обратно в Китай. С этими и другими не менее интересными новостями более подробно вас ознакомит мой коллега Дмитрий Саранча в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте! Между Зеленоградском и Светлогорском по будням начал курсировать рельсовый автобус. Первый рейс уже работает в соответствии с действующим расписанием. Новый вид общественного транспорта рассчитан на 136 посадочных мест. К началу следующего года планируется запустить еще несколько рельсобусов. Они будут ездить бесплатно в центр Калининграда из Чкаловска, поселка Космодемьянского и Московского района. Проезд по улице Первомайская частично перекроют в связи с ремонтом дорожного покрытия. Движение транспорта закроют на участке от улицы Земельной до улицы Гоголя. Ремонт продлится до 22 октября этого года. Ломаем все стереотипы! Под таким девизом польская сторона предложила организовать сотрудничество с калининградскими властями. 3 сентября состоялась официальная встреча председателя горсовета Андрея Кропоткина с делегацией города Гданьска. Депутаты обсудили возможности обмена опытом в сфере экономики, инфраструктуры и спорта. Помочь поляке пообещали и в реализации архитектурного проекта «Сердце города». Сотрудники Россельхознадзора задержали крупную партию осьминога. В морском порту Калининград обнаружили 25 тонн молодого мороженого осьминога из Китая. При оформлении груза установили нарушение в ветеринарном сертификате. Теперь владельцу моллюска грозит административная ответственность. Министерство транспорта предлагает нести поправки в правила движения для велосипедистов. Напомним, по действующим правилам только лица, достигшие 14-летнего возраста, могут ездить не только по велодорожкам, но и выезжать на автодороги. Теперь же возрастной ценз снизят до 7 лет. Кроме того, по новому проекту введут отдельную полосу для движения велосипедистов и мопедов, а также обновленные предписывающие знаки. Курсы валют на 4 сентября. Доллар США – 33 рубля 37 копеек. Евро – 43 рубля 95 копеек. Литовский лит – 12 рублей 72 копейки. Польский злотый – 10 рублей 31 копейка. Житель Тулы стал опекуном снежного барса из Калининградского зоопарка. Право покровительствовать над животным ему подарила жена на день рождения. Теперь имя мужчины будет красоваться на табличке возле вольера. Хорош ли такой подарок и несут ли опекуны ответственность за своих недомашних животных, выяснял Алексей Анкудинов. У снежного барса Кэрри появились новые родители. Супружеская пара из Тулы стала опекать кошку. Теперь каждый месяц они жертвуют средства ей на питание. Право заботиться о животном стало подарком на день рождения. Именинник остался доволен и рассказал, что он такой не один. Животных люблю, сам хоть и не проживаю в городе Калининграде, но приезжал туда и мы с супругой гуляли по Калининградскому зоопарку. Идея пришла от знакомых, у которых на попечении находится сова. Сейчас под опекой около 40 животных. Обеспечить им хорошую жизнь вызвались как организации, так и частные лица. Детский сад, к примеру, взял на попечение енотов. А одна бабушка подарила внуку опеку над неясотью. Мальчик очень любит эту птицу. В зоопарке у всех свои любимцы. Каждый из нас тянется к своему животному, который ему близок. И вот этот живот он никак не может взять домой. Но он очень хочет поучаствовать в его судьбе. То есть если люди звонят, мы увидели волка, нам хочется, чтобы ему было лучше, веселее. Опека над животными не только расходы на его питание. Попечители помогают всячески улучшить условия проживания. На месте вешают табличку с именем благотворителя и выдают специальный сертификат. В зоопарке еще много животных ждут своей опеки. А вот у бегемота местного символа опекуна пока нет. Но стать им может любой желающий. Для этого нужно просто обратиться в зоопарк. Минимальная сумма пожертвований – 1000 рублей в месяц. Чтобы стать единоличным покровителем, животного тратить придется больше. Такого гиганта прокормить непросто. Зато вы сможете всегда следить за судьбой животного. Также сотрудники зоопарка обещают, кроме таблички с именем, появятся еще фотографии опекунов. По их мнению, такой подарок станет особенным не только для детей, но и для взрослых. Алексей Анкудинов, Дмитрий Казаков, служба новостей «Город». И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Если вы стали свидетелем интересных событий и хотите стать народным корреспондентом Первого Городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру. Я напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. В студии была Наталья Гудкова. Всего доброго. Берегите себя. Стиль ведущих представляет магазин «Монтон».